Продолжение следует... И мы снова в эфире. Прямая трансляция из Нескучного сада. Поговорим со знатоками. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, конечно, вопрос всё-таки поподробнее. Как вам Северный полюс, кроме голубого цвета? Ну, на самом деле, самое прекрасное там земля Франца Иосифа. Я очень люблю российский север, очень люблю северные тундры. И там это квинтэссенция северных тундр. То есть много льда и маленькие поверхности живой природы, которая вот в эти буквально несколько недель умудряется расцвести, показаться. Там удивительные краски, удивительный ярко-зелёный, ярко-алый мох. Серебристые камни, там какая-то очень странная природа, но вот эта вот тундровая строгая красота мне очень близка. Но плюс замечательные животные, кайры, поморники, моржи, белые медведи. Это всё тоже было, естественно. Алена, а сам полюс, что там на нём? Там ничего, это точка. Причём там даже нельзя поставить постоянный флаг, потому что там лёд, который постоянно дрейфует. Это же океан, да? Это океан, на котором лёд, который ещё летом, сейчас глобальное потепление, поэтому лёд ещё даже не везде цельный. Есть места, где трещины, есть места, где какие-то проталины. Поэтому вот такой поверхности даже нет. Поэтому каждый раз люди ориентируются по приборам, они доходят до определённой точки, где 90 градусов, и радуются, что вот, вот полюс. А ничего особенного там нет. Вы сфотографировались там? Да, мы сфотографировались. Пронесёте в следующий раз фотографии? Да, можно пронести все фотографии, посмотреть. Мы посмотрим. Да. Спасибо. Так, давайте поговорим. Так, ребят, ну как впечатление? Ну, мне очень понравилось, но я немножко расстроена за ребят. Было обидно. Это всё, в принципе. Олег. Да, очень хорошо, но очень обидно, что проиграли. Вопрос, ну, в принципе, хороший. Я, поскольку сам немного играю, постоянно думаю, как бы я на них отвечал. Ну, в принципе, сложные, но можно ответить. Обидно. Ну, как атмосфера? Ну, я до сих пор как бы под большим впечатлением, поэтому у меня очень много эмоций. Сейчас не могу даже ничего сказать. Просто супер, здорово. Не зря приезжали. Да, я хочу сказать спасибо фарумчанам, которые, как бы, в принципе, те, что за меня голосовали, не голосовали. Вообще, за то, что я получила такую возможность побывать здесь, это просто здорово. Правда. Спасибо вам. Спасибо. Инна, ещё раз, да. Уже после игры хочу спросить, как вам наш зал, атмосфера, как игра команды? Ну, знаете, атмосферу мне тяжело передать. Нужно побыть, нужно постоять, прочувствовать. Конечно, не знаю, для меня это больше, чем театр, это больше, чем что-то. Я не ожидала. Какая-то магия для меня. Нет, очень-очень-очень захватывающая, очень интересная. Что удивило? Знаете, как удивило? Не знаю. Мне когда вот... Ну, я обычный телезритель, я не бываю на телевизоре. Мне когда вот смотришь... Необычный, обладатель хрустальной совы. Мне просто повезло. Повторю ещё раз. Когда просто смотришь как-то вот с телевизора, кажется, не то, что были знатоки, они как-то вот... Ну, кажется, вот не такие, как мы. А вот тут вот, вот они живые, такие же, как я, они там ошибаются. Вот как-то такое вот, может быть, вот то, что можно по экрану совсем по-другому. А здесь, ну, вот как-то живые, живые, смеющиеся. Конечно, это видно по телевизору, но он не передаёт экран этой атмосферы. А с кем-то пообщались из знатоков? Как-то мало. Да, больше с Ириной в основном. С Ириной Никитенко? Да. Как она вам? Ну, очень приятная. Очень приятно общаться, приятно поговорить, есть о чём. О чём говорили? О всём. О женском, о отдыхе. О всём понемножке, понемножку. Здорово. Спасибо вам. Спасибо вам. Всё хорошо. До свидания. Господин Друзь. Извините, мы две секунды. Так. Спасибо. Гостям грех не сфотографироваться, да. Что случилось у команды? Ну, не знаю. Очередной раз, как оказался пророком, но я имел в виду совсем не это. Что вы имели в виду? Казалось бы. О чём вы говорите? Ну, у них есть проблемы, им надо было бороться за выживание, и как-то не получилось. Я надеюсь, что эту команду не расформируют. Очень надеюсь. Потому что команда хорошая, перспективная. И что произошло с Ильёй на вопросе про статы, конечно, это загадка. Александр, в прошлый раз вы с Андреем Козловым, как раз после проигрыша команды Мухина, спорили. Андрей говорил, что им не хватило энергетики. А вы говорили, что это не самое главное в игре. Сейчас ваши взгляды изменились? Энергетика? Ну, для этого я не очень понимаю, что такое энергетика. За исключением гидротехнической энергетики или энергетики тепловых электростанций. Поэтому я не очень понимаю, что такое энергетика. Я думаю, речь о каких-то высших материях. О каких-то высших материях. Но я думаю, что здесь речь не о высших материях, а о какой-то потере управления и взаимодействия внутри команды. Может быть, действительно, но есть несколько игроков в сильных команде. А у Илюши это уже какой-то, так сказать, ступор наступает на Блице, на Супер Блице. Может быть, действительно имело бы смысл попробовать кого-то другого. Дело только в Супер Блице? Нет, ну, а после Супер Блице уже как бы все остальное. Ну, и плюс к этому непонятно, почему не взяли, почему не взяли. Там супер благоприятные условия были. И минута, и минута в кредит, и помощь клуба. И, в общем, три вопроса можно было перекрыть. Почему не взяли, не знаю. Что-то с тактикой, со стратегией. Не знаю. Думаю, ошибка именно вот именно в чем-то в таком, а не в энергетике. Очень хочется, чтобы эта команда оставалась в клубе. Поживем, увидим. Спасибо. Олесь, пару слов скажешь. Что случилось? Второй проигрыш подряд. Ну, вы знаете, аккуратно. Давайте, отойдем. Вы знаете, тот проигрыш, как я и говорил, это скорее был не проигрыш, а выигрыш. Потому что мы команда именно играли в прошлый раз, и мне это очень понравилось. Поэтому для меня вот это первый проигрыш. Ну, как-то немодно обсуждать вопросы, хорошие они были или плохие. Поэтому оставим это на совести редакторской группы. На мой взгляд, нам, может быть, не повезло с раскладом вопросов. То есть, мы не... Не было вот таких, знаете, в середине не случилось трудовых вопросов, которые вот один или два могли бы быть раскрученными, и тем самым команда бы почувствовала такие крылья за спиной. То есть, те вопросы, которые мы ответили, мы брали их каким-то усердным трудом или там, либо знаниями прямыми, вот, либо догадкой на первых там секундах. А вот таких вот трудовых вопросов, после которых, собственно, крылья и вырастают, вот, не случилось. А те вопросы, которые прозвучали, ну, как-то нам не удалось там зацепиться за какую-то логику. То есть, Индия, слоны, ну, политическая партия, как-то это вообще 48-е, что приходит на ум. Там, река, рыба, дом, который шумит, ну, это за гранью добра и зла, на мой взгляд. Вот, к тому же это вопрос блица. Ну, как-то вот так. Ребятам претензий предъявить не могу. Возможно, я как-то где-то их недонастроил. Возможно, где-то мы почему-то думали, что мы сильнее, а оказалось, что мы не самая сильная команда. Ну, жизнь расходит. Скажи, почему Илья на Суперблице? Ну, как раз сейчас это было совершенно понятно, потому что Илья действительно играл лучше всех сегодня. До Суперблица, на мой взгляд. Почему обычный Илья? Потому что у Ильи, наверное, самый большой опыт. Я думаю, что и у Гриши, и у Анатолия все еще впереди. Им нужен опыт, почему позитивный, а вот сегодня был опыт негативный. Когда же у них впереди-то уже настанет? Ну, нашей команде только два года. То, что мы так ярко играем, что здесь, может быть, кажется, что уже много лет. На самом деле, именно этот состав команды Мухина играет всего лишь два года. Мы так редко встречаемся. Поэтому я думаю, что у этих игроков большое будущее, в любом случае, в клубе, и их Суперблицы будут. Спасибо. Всего доброго. Найдем остальных членов команды. Работа не входит. Пару слов для прямой трансляции. Что случилось, почему второй проигрыш подряд? Не доработали в некоторых местах. Каких? Про стену очень обидно получилось, потому что это нужно было брать и отвечать на этот вопрос. Он довольно простой. Тут, к сожалению, не сработала команда. Про Андерсона нам скорее помешал второй вопрос, потому что про именно тот факт, что он боялся быть погребенным заживо, я знал. Но веревка к этому не вязалась, а мы пытались искать что-то, что будет связывать эти два вопроса. К сожалению, вопрос оказался не из таких. Ну, вот из-за таких мелочей, наверное, и проиграли. Генель. Да. Впечатления почему? Ну, не могу сказать почему. В прошлый раз с капитаном обсуждали, что у вас не так в команде? Обсуждали, готовились, стратегию продумывали. Но как-то предположить, что все будет настолько плохо изначально мы не могли. Но ощущение, что мы как-то очень быстро начали проигрывать и выбраться из ямы нам уже не удалось. Жаль. Жаль. Альман? Ну, на самом деле мы… Ну, вот вопрос, что случилось с командой, почему так произошло. На самом деле мы в хорошей форме сели, и я считаю, что ничего не случилось с командой. Просто вот как будто бы не сыграли вообще. Как будто была игра, а игры не было. Не знаю. Не знаю. Сейчас мне сложно о причинах на самом деле рассуждать. Может быть, позже как-нибудь, после анализа какого-нибудь. А может быть и нет, не знаю. Пересмотреть запись? Ну, подумать в первую очередь как-то со спокойной головой. Сейчас кажется, что просто… То есть нету никаких объективных причин, которые сразу понятны. Ну, вот поэтому мы проиграли, которые я могу сейчас назвать. Потому что команда подошла к игре на хорошей форме, хорошо подготовившись, в хорошем настроении. Не знаю, почему так получилось. Ну, где-то с середины игры стало настолько скучно, что, в общем, в конце даже было не очень обидно. Я не думаю, что это вообще есть смысл обсуждать. Но она прошла, она ничем не запомнится, и никаких выводов из нее нельзя извлечь. Она вот просто была такая и была. Ну, скучная, в общем, неинтересная игра. Где-то по вопросам было… Вопросы не давали места для обсуждения. Вот либо есть версия, либо ее нет. Если есть, она понятно, что это она. Если нет, то там тыкались-стыкались, не придумали. Ответили неправильно, поехали дальше. Так что, боюсь, не о чем говорить особенно. От чего зависит, будет игра скучной или нет? Ну, должны совпасть. Как-то настрой команды и вопросы. Когда был самый первый вопрос про вешалку, когда мы попали, там был не очень очевидный выбор, что это вешалка, сушилка. Вроде показалось, что все там идет. Дальше пошло два-три мутных вопроса. Ощущение, что вот у нас как-то игра идет, оно ушло. Ну, а вместо него там пошли один за другим вот такие вопросы, которые… Ну, вот места для игры не было. Вот игры не было, на самом деле. Да? Ответы были, вопросы были, игры не было. Потому что… Вот два простых вопроса, да? Значит, про амкары и про монеты. Ну, монеты вообще, в принципе, очевидно, да? Значит, новое государство, какие-то медные детали, ну, наверное, монеты. О чем здесь говорить? Говорить не о чем. Ну, ответили – ответили. Амкар тоже, в общем, известная история, там, все, кто… Я футболом не интересуюсь, даже я не слышал, да, про эти фанатские эмблемы. Последний вопрос про рыбу. Да, нам дают без загадку, без контекста. Как мы потом объяснили, там, ее во втором веке нашей эры кто-то придумал. Вот если бы нам сказали, что это загадка второго века, уже был какой-то контекст, от которого можно идти. Нам говорят, что некий Иванов нам придумал какую-то фразу, которая что-то описывает. И Иванова показала, что она описывает реку, да. Можно было писать там улитку, можно было еще что-нибудь придумать. И вне контекста эти версии, они вообще друг от друга не отличаются. Ну, неинтересно, ни то, ни другое, ни третье. Говорить об этом даже скучно, там, да. Что минута, что 20 секунд, там, непонятно, там… Ну, это сейчас настроение у меня может быть такое, что мне в целом как-то грустно. Но ощущение, что вот просто из тех вопросов, которые, в принципе, позволяли как-то поиграть, поиграть мыслью, да, попридумывать что-то интересное, вот их там было там штуки 2-3 на всю игру. А это мало. Надо чтобы было больше. Скажи, вот Андрей Козлов после вашего прошлого проигрыша сказал, что команде не хватило энергии, энергетики. Как ты к этому относишься? Андрей, своя теория, он, безусловно, великий капитан. Я с ним вот вне этих телевизионных игр, я с ним играл несколько раз, там, в разных других мероприятиях, он действительно очень хороший капитан. У него вот это понятие энергетики, это вот там основа его философии, он этим управляет, это не значит, что это единственный возможный подход. Ну, Олесь по-другому на эти вещи смотрит, я по-другому на эти вещи смотрю. Команда проигрывает по очень разным причинам. Может проиграть, потому что там где-то в один момент не доработали и все. А пакет был такой, что надо было работать во всех. Где-то там совершили слишком много ошибок. В принципе, можно было совершить 2, совершили 3, проиграли. А стало, было бы 6,5, стало 5,6. А этот раз, ну, как-то вот все не зашло. Вот совсем все. И мы не живо как-то сидели и вопросы не давали развернуться. И там публика как-то вялое настроение там стояла. Это просто вот чувствуется, да, когда зал заведенный, а чувствуется, когда он сонный. Вот сегодня... Болели за вас? Да не то, что за нас не болели. Просто не было ощущения, что вот игра какая-то живая какая-то, струя. Вот нет такого. Там сели, ну, сели 6 человек поговорить. Ну, вот поговорили. Там 3,6. Понятно. Илья, последний вопрос. Книжка от Фабио Капелло как-то подняла настроение? Никак. То, что вот это голосование, где зрители постоянно голосуют за меня... Ну, я не знаю, может быть, есть смысл уже как-то придумать что-то другое. Потому что я прекрасно понимаю, что это голосование вообще никак не связано с тем, что происходит на конкретной игре. Там, не знаю, может быть, там фамилию Новиков, ее как-то проще набрать, чем там Талыбов, например. Дело не в этом. Не знаю. В общем, мы привыкли на самом деле голосовать. Вообще никак не связано с тем, что было на игре. Сегодня... Я даже не уверен, что у нас сегодня, в принципе, кто-то был лучшим. У нас настолько была в минус вся наша игра, что даже этот приз, ну, никакого отношения к последующему не имел. Спасибо. Так, Толя, пару слов об игре. Да ничего, хорошего ничего сказать не могу. Когда музыкальная пауза. А музыкальная пауза мне очень понравилась. Шикарная музыкальная пауза. Шикарная певица. И я ее слышал вживую в помещении. В помещении она еще лучше звучит. Особенно, когда не так холодно и не так страшно за голос. А, она же из Киева. Да, она из Киева. И я ее слышал. Джамала, конечно, молодец. Мне очень понравилась и пауза, и то, как она на нас повлияла. Я тоже теперь ее поклонник. Спасибо. Найдем сейчас еще кого-нибудь. Мне подсказывают, что нас ждет Наталья Ивановна Стаценко. Отовславия Стаценко. Так. Спасибо. 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 Сейчас Наталья Ивановна освободится, и мы тут же. Наталья Ивановна, добрый вечер. Мы обсуждаем, что случилось с командой Мухина. Да. Все говорят, что игры не было. Не было. Как вы считаете? Я тоже считаю, что не было. А что тут можно сказать? Я не знаю. Я считаю, что у каждого из нас бывают хорошие и нехорошие дни. Я так это оцениваю. Я им перед началом еще сказала, я говорю, ребят, день сегодня тяжелый. Но Ивановна меня еще спросила, что значит тяжелый день. Я говорю, я не знаю, мне кажется, что тяжелый день сегодня, дай бог, проскочить. Но вот так вот и проскочили. Да, они плохо играли. Так бывает, но не знаю, не хочется думать, что команда находится в стадии стагнации, скажем так. Не хочется так думать, потому что, в принципе, все-таки там молодые, свежие игроки. И, наверное, можно было бы на них еще много и много надеяться. Вот. Ну, Новикова игра не идет. Конечно, я считаю, что надо было бы Мухину, как капитану, больше давать возможности проявляться другим игрокам. Он очень на Илью надеется. И мне кажется, что от этого рождается такая вот ответственность Ильи, с которой он уже, в общем, справиться не может. Но там хорошие игроки, они очень, так сказать, надежные. Это всегда есть такая опасность в любой работе, в любой жизни, когда надеешься на того, кто тебе выдает все время результат. Результат, да. А вообще надо пытаться развивать потенциал других. Ну, а что говорить по вопросам? Мне кажется, что вообще, ну, как великая китайская стена, ну, вообще, это просто... Тем более, когда Гюнель сказала, что рис размокает, значит, что-то там что-то строит. Ну, даже оттолкнуться от того, что вообще человек в первую очередь знает про Китай. Ну, вообще, вот просто от этого оттолкнуться. Взять последний вопрос. Там, безмолвствует. Ну, кто? Все говорят, кто безмолвствует обычно, да? Ну, там, пустыня безмолвствует, да? Там, океан безмолвствует, рыба безмолвствует. Кто мы говорим? Рыба молчит. Понимаю, можно на это не выйти. Но акцент на этом сделать, да? Как бы на это обратить внимание. Понять, что река – это дом, понимаю, что это сложно. Но то, что рыба молчит, это банально. Поэтому, какой народ Рима? Ну, какой народ Рима, да? Можно, если это что, а не кто. Значит, знать, что в Риме, так сказать, это статуи, это понятие такое, все равно, что это второе человечество. Мне кажется, это можно. Со слонами, ну, Илья Новиков, человек, юрист, который занимается правом, ну, как бы, чтобы мысль не появилась о том, что, может быть, это в какой-то другой плоскости лежит. Вот, ну, какие-то птицы, которые гадят на слонов. Ну, это же, как вот, не знаю, я хохотала в этот момент. Вот. Ну, обвинять никого нельзя, потому что… Версии не было, поэтому надо было что-то ответить. Да. Или там с Андерсоном, ну, можно не ответить, но то, что веревка толстая, ну, как можно такой веревкой самого себя привязывать? Ну, это же просто канат, это надо вообще корабль протащить, привязать можно таким канатом. Сам себя привязывал. Ну, как-то вот, да, прямо скажем, неудачно. Музыкальная пауза была намного лучше, чем игра. Да, музыкальная пауза была хороша, была хороша, и сад был хорош сегодня. И все-таки еще с погодой повезло, потому что начинался день хуже. Нашим трансляциям один год исполнился, да. Я вас поздравляю, я вас поздравляю, я надеюсь, что ваши поклонники будут расти, число ваших поклонников будет расти, вот, и зрители ваши будут увеличиваться и увеличиваться. Так что я желаю вам успехов и молодых. Мне сейчас сказали, что нас, первую часть нашей трансляции до игры, смотрели зрители из 224 городов мира. Боже мой, боже мой, вот это праздник. Я вас поздравляю всех. Развернитесь с камерой, покажите тех людей, которые работают, посмотрите. Ну, здесь не все, да. Полина. Здесь не все, да, здесь не все, но вот они все молодые, перспективные. Мне кажется, что это за вами будущее. Спасибо, Наталья Ивановна. Спасибо. Мы заканчиваем прямую трансляцию из Нескучного сада. Встретимся через неделю на портале «Что, где, когда». Спокойной ночи. Продолжение следует...